Закрытие границ, трудности с перелетом, коронавирус продолжает диктовать нам свои условия. Сегодня у нас в студии дневного формата президент Евразийской ассоциации туризма Рысты Карабаева. Добрый день. Здравствуйте. Ну вот сегодня было объявлено, что закрывается авиасообщение на Иран, Южную Корею. И большой поток туристов, которые путешествовали по Юго-Восточной Азии, какое-то время переориентировались и летали в Европу. Но и Европа сегодня, как оказалось, небезопасна в связи с ситуацией в Италии. И вот тенденция такова, наверное, что сегодня лучше вообще никуда не летать. Турбизнес вообще задумывается о своей дальнейшей какой-то деятельности? Конечно, то, что касается казахстанских туристов, березонного бог березот. Любимые направления вообще, какой он казахстанский турист? Казахстанский турист в основном любит отдых, то, чего здесь не хватает, отдых на берегу моря, в теплых краях, с комфортом. Все включено, отели вот хорошего уровня. Это, конечно, Турция. Только по данным вот 2019 года 150 тысяч казахстанцев отдыхали в Турции только через, организованы через туроператоров. Ну вот за последний месяц бизнес почувствовала себе уменьшение количества путешествующих? Вы знаете, море, это все равно остается основным предпочтением. Сейчас идет раннее бронирование. Я не слышала у коллег, чтобы, как бы, конечно, есть отмены, есть настороженность. Но люди, как бы, особо, может быть, и... Ну, сейчас трудно оценить, меняют свои планы. Но настороженность, она всегда будет присутствовать. А что может предложить вот альтернативе такой отдых? Ну, я знаю, судя по своим знакомым, многие поменяли свои ближайшие планы на отпуск, даже вот в весенние каникулы. Но вот я думаю, что в этой связи внутристрановое, мне кажется, отдых будет иметь какое-то большое значение. В этом году, конечно, в этом году есть такая возможность у казахстанского туризма больше обслуживать внутренних туристов. Ну, вот что может предложить Казахстан? Вот какие у нас основные курорты? Основные курорты у нас, ну, скажем, вот какие новости, да, вот чем можем порадовать? Вот на днях, вы, наверное, читали тоже, что открывается новый пятизвездный отель на 500 номеров на берегу Каспийского моря. Это отель «Риксос». 500 номеров – это очень хорошая возможность. Замечательная новость. Когда планируется открытие, кстати? Это будет вот примерно вот в июне месяце. И вот для меня это, вот знаете, это знак того, что наконец-то на берегу Каспийского моря будет нормальный цивилизованный туризм с хорошим вот отелем. Это как бы начало. Хотя до этого были отели, но их было недостаточно. И сейчас их недостаточно. Но, тем не менее, это есть. Ну, вот вы сейчас сказали цивилизованный туризм. А вот у меня сразу возникла масса вопросов, потому что, по моему личному мнению, наш сервис не заточен под нужды туристов. Так ли это на самом деле? Ну, знаете, вот тут как можно сказать. Вот есть в стране международная сеть отелей. Даже вот далеко не уезжая в Астане. Вот мы зайдем, там, Рейдисон, Риксос, там, Мариотт, да? А вы можете сказать, что там сервис не заточен на человека? Он, вот, Ридс Карлтон или там Риксос, он везде Риксос. В больших городах может быть? Это международная сеть отелей, когда приходят, у них все равно, они уже как бы, это гарантированный уровень сервиса. Что вот Риксос, что в Турции, что в Эмиратах или на берегу Каспийского моря, или будет Риксос в Шимкенте, это всегда будет одинаковый, гарантированный, вот, гарантированный, хорошее качество сервиса. И вот все-таки какой из регионов у нас в этом плане самый успешный считается? Самый успешный, вы знаете как, вот, конечно, развивается у нас курорт, и нельзя сказать, что не развивается, развивается, вот, Боровое, да, вот, Боровое, все-таки, курорт номер один, наверное, да? Вот, вот этот курорт догоняет вот Алакуль. Я смотрю последние годы, да, вот у него такая вот динамика, и уже там появились и четырехзвездные, и пятизвездные отели. Возможно, их недостаточно, но, тем не менее, они появились. Дорога туда строится, аэроборты отремонтировали, субсидированный рейс опустили, поезд из Алматы. И в этом году Баду будет из Астаны тоже. И какое все-таки самое популярное направление сегодня у Казахстана? Популярное направление, наверное, будет все-таки, вот, ну, Алакуль, вот, Боровое, наверное, вот, ну, вот, будет одинаково, на одинаковом положении. Вот, что хорошо, вот, вот, в прошлом году где-то около миллиона туристов отдыхали на Алакуле. А три года назад эта цифра была, знаете, и 350 тысяч, 500 тысяч, и прям такую хорошую динамику дает. Ну, если вот сегодня говорить обо всех отелях страны, вот, по данным Министерства культуры и спорта, в прошлом году свыше 4 миллионов казахстанцев останавливались в отелях. И это на 400 тысяч путешественников больше, чем в предыдущем году. И давайте вот прямо сейчас посмотрим топ-10 туристических мест Казахстана, а после поговорим. Хорошо. На десятой строчке рейтинга топ-10 туристических мест Казахстана расположилось святилище Мерке в Жамбылской области. На территории в 250 квадратных метров расположены курганы, исторические статуи и каменные сооружения, имеющие мужские и женские обличия. Девятое место – урочище Бектауата, которое представляет собой огромные скалы посреди казахской степи. Каждая скала причудливой формы имеет свое название – черепаха, гриб, сундук и другие. Восьмое место – озеро Маркоколь, длиной в 38 метров и глубиной в 27 метров. Здесь произрастает более 700 видов растений. На берегах водятся такие животные, как лось, бурый медведь, снежный барс и другие. Седьмое место – национальный парк Алтын-Ямель. Именно здесь туристы могут встретить животных, которые занесены в Красную книгу. Но место привлекает туристов благодаря поющим барханам, из которых открывается великолепный вид. Шестое место рейтинга – плато Устюрт, которое располагается между Аральским и Каспийским морями. Туристы стекаются сюда ради скал в урочище Божжира, которое на рассвете и закате окрашивается в багровые тона. Пятое место – мечеть Бекет-Ата в Мангоставской области. Здание возвел казахский просветитель Бекет-Мырзагулула. Мечеть уникальна тем, что вырублена в скале и имеет несколько комнат, включая молитвенный зал и помещение, где похоронен сам Бекет-Ата. Четвертую строку занимает Катон-Карагайский национальный парк в Восточно-Казахстанской области. Это место занесено в список охраняемого наследия ЮНЕСКО. Кроме диких растений, на территории множество озер, водопадов и курганов. Тройку лидеров рейтинга открывает мавзолей Худжахмета Ясауи в Туркестане. Это не просто комплекс дворцов и храмов, построенных в средневековом стиле, но и священное место, которое обрастает множеством легенд. Именно здесь туристы могут увидеть историческую библиотеку, мечеть, зал церемоний, древнюю баню и так далее. Второе место – озеро Каинде, которое находится в Алматинской области. Это водоем бирюзового цвета, прямо из дна которого растут деревья, создавая волшебный и таинственный лес. Озеро популярно среди местных дайверов. Абсолютный лидер рейтинга – город Актау. Именно туда чаще всего отправляются путешественники, чтобы увидеть единственный в стране морской порт. В этой местности множество достопримечательностей, как впадина Карагье, озеро Батыр и красивейшие ландшафты Мангышлакского плато. Росты, все ли так красиво на самом деле, как мы сейчас показали на картинках? Насколько востребованы эти места у путешественников? У путешественников, возможно, эти места востребованы. Как вы знаете, путешественники – это 2% от всех туристов, от всех вообще туристов. Это путешественникам не нужно сервис. Кому не нужен сервис? Да, кому не нужен сервис. Но они в экономику вот столько денег не приносят, скажем, как организованные, а не самостоятельно прибывшие туристы в города. Туристы вообще принимают, конечно, готовые дестинации, как мы их называем, с отелями, где есть возможность им сходить в рестораны. То есть большинство стремится все-таки к комфорту? Знаете, это не то, чтобы к комфорту, если, скажем, те же вот объекты, которые вы показываете, бектовота, везде я вот была. Там нету элементарных условий, базовые потребности у человека никто не отменял, но все равно человеку нужно и переночевать где-то, и покушать. Речь сейчас идет о тех самых даже пресловутых туалетах придорожных. Конечно, конечно. Поэтому, если мы будем говорить, что из них я бы назвала самым принимающим дестинацией, это все-таки самые принимающие дестинации, это Алматы и город Нур-Салтан. Вот где есть отели, где есть аэропорта, где есть люди. И это то, что касается иностранных туристов. Где казахстанцы отдыхают, вот я уже назвала, это Алаколь, это Боровое, это вот сейчас Каспийское море вот пойдет, наверное, будут ставить, если чартерные рейсы, еще даже лучше. Мы спросили, кстати, у казахстанцев, что они сами думают о путешествиях внутри страны и в какой регион посоветовали бы поехать отдыхать. Давайте послушаем. Мы говорим, что в Казахстане есть много сельскохозяйственных туристов, что они называются? Казахстан Бурабай Бурабай Таза ават Табиғаты Табиғатымен адамдарды таңғалдырып Жынбақтас Сол секілді Нелер бар Сосын көбінесе санаторий Сарағаш санаториыларын да демалғанын да дұрыс деп ойлаймын Бағасы қымбат қой қымбатшылық көн егісі Ең басты мәселе сол қой қымбатшылық көп Төмендеу бағаға да бұлай Халықтың шамасына қарап сесе болады ғой Соныш аспанға шықаратындай бағаны Көңілім толмайды сонда жерлеріне мысалы Әрене өзіміздің қазақстандағы Туризмге көңілім өте толады Қазіргіттіңді баяға қарағанда Жақсы арды деп ойлаймын Елімізді шетеліге шықпайық Елімізді шықпайық өзімізді қызы ғылды өзімізді өзімізді қазіргіттің өзімізді Қамбаштан жерлерді өзімізді өте кереметті жер Ну, как мы могли слышать на слуху у всех баровой алаколь Да, это вот, это самын Курорты Казахстана Которым действительно нашему государству следует уделить внимание Не тольк ол алиштопы а и плюс, конечно эти услуги соответствовали те же услуги, которые получают в Турции, в Египте, в Таиланде, могли получать у нас дома. Это как бы начало. Если мы отдыхаем дома, тогда мы вносим, знаете, свою лепту развития казахстанского туризма, который находится, скажем, в самом, скажем, расцвете своего развития. Вы часто сталкиваетесь с иностранцами, они тоже путешествуют через ваши фирмы. И хотелось бы узнать, что они говорят о наших туристических направлениях и вообще о сервисе. Вы знаете, мы работаем, принимаем вот китайских, принимали китайских туристов. И надеюсь, что ситуация улучшится и будем дальше принимать. Их отправляют группой, отправляющая компания составляет программу. Им интересно, знаете, как у них, им интересно посещать все республики Центральной Азии за одно путешествие. И вообще тоже такая интересная тема, потому что когда все пять стран, это вот идут, знаете, вот эти страны шелкового пути, вот любят вот так вот путешествовать. А когда приезжают, они видят, что все вот эти страны разные. Путешествие это было, знаете, вот туризм это было, например, в советское время, там активный отдых, куда-то на природу поехать. А сейчас это уже период такой, знаете, вот период получения вот впечатлений. И они от каждых стран разные впечатления. Вот, например, там те же китайские группы, когда с Узбекистана заезжают вот в Алмату, потом видят, что как люди живут, они говорят, они, говорят, такие свободные, счастливые. И вот, ну, получают вот свое впечатление. Положительное впечатление больше, да? Ну вот совсем недавно мы говорили о случае в Караганде, когда двое европейцев не смогли отметиться в миграционной полиции, только потому что там никто не знал английского языка. И они оставили свои комментарии, сказав, что больше никогда не приедут к нам в страну и не будут никому рекомендовать. Но вот является ли сегодня знание языков важным критерием при приеме на работу вот в турбизнесе? Конечно, знание языков является важным, смотря туроператор, с кем работает. Если работаешь с китайским рынком, конечно, сотрудники, знающие китайский язык, также отели, смотря с кем. Вот, например, если работаешь с Европой, знание других европейских языков, английского. Но у нас много проблем на самом деле с кадром в туризме. А никакие проблемы? Проблемы, например, гидов. Я всегда, куда бы меня ни пригласили, какой бы журналист интервью не брал, я всегда это выделяю. Это же такая интересная работа. Это интересная работа, но получается так. Во-первых, у нас гидов недостаточно. Это, знаете, это какой-то как круг порочный. Гидов недостаточно, работа непрестижная, работают иностранцы. Работают иностранцы, они не оставляют, они отбирают работу у наших сограждан. И вот кыргызские гиды, ну, со всех соседних стран работают гидом. Хотя, по закону, нельзя. У нас в Казахстане работают гиды. Да, у нас работают в Казахстане. Чтобы работа была престижная, нужно регулирование на государственном уровне. Определить правила игры. Запретить иностранцам работу гидом у нас. Тогда появится работа у наших граждан. И тогда работа будет престижная. Да, в данном случае, вот идет данный момент, идет обсуждение законопроекта в Можилисе. И мы предлагаем вот такие вот меры на будущее. И соседняя Россия тоже это регулирует. Ну, не только гидов не хватает. Также не хватает, вот, например, сотрудников в отельном менеджменте. Ну, вот это очень большой вопрос. Это можно, знаете, целое интервью. Вопросов на самом деле, да, много и у нас вот сейчас на связи по скайпу Сабыржан Нуржанов, директор санаторно-оздоровительного комплекса «Зерен-Нур». Добрый день. Добрый день. Слышите нас? Да, хорошо слышу. Да, вот хотели узнать, как много вообще туристов вы приняли в прошлом году? Ну, летом, в принципе, у нас туристический сезон с июня по сентябрь. В нашей отеле, бывает, почти свободных мест нет. Ну, вы можете сказать, что поток растет с каждым годом? Да, могу сказать, однозначно, да, растет, да. Мы тоже, вот как Растаханам сказала, готовим свои кадры внутренние. А как много иностранцев среди ваших клиентов? У нас иностранцев с соседней России, если их так можно назвать, да. А если вот сегодня вам заселятся гости, например, из какой-то европейской страны, готовы бы сегодня полноценно оказать сервис и вообще общаться на английском? Да, конечно, у нас есть такие кадры. Вот тогда был автобег по Европе, они у нас останавливались, и у нас проблем, в принципе, с обслуживанием не было. Если вот не секрет вообще без рекламы, сколько стоят сутки проживания на человека в вашем санатории? И что туда входит? 30 тысяч тенге стоит один стандартный номер, который рассчитан для двух персоналов. Я бы сказала, что цена такая умеренная, а то люди жалуются, что, в принципе, неподъемные цены сегодня на услуги в сфере отдыха. Я вот не открою сейчас Америку, если я скажу, что все-таки наши туристы к нам относятся немножко к пренебрежениям. Они могут высказать свое настроение, а приезжая в Кузюр, Турцию или в Европу, в Америку, они не могут открыто им говорить, что их устраивает, почему так. Они здесь у нас любят немножко повыступать с нами. Это вот я в этом уверен. Клиент всегда прав. Мнение клиента это всегда выслушивать и принимать к свете. А как, хотелось бы узнать, Муржан, как много денег вы вообще вкладываете в улучшение сервиса и вообще в модернизацию своего бизнеса? Ну, конечно, вкладываем. Вот мы каждый год буквально в прошлом году в январе около 20 миллионов вложили на приобретение медицинского оборудования. Это магнитная терапия, всякие там для грязелечения, для закрепитового лечения. Мы вообще, естественно, постоянно обновляем номера, делаем ремонт в ресторанах, практически то, что как бы требует любой объект, который приезжает турист. А на что делаете основной акцент для привлечения клиента? На что основной акцент? На услуги. Все-таки у нас вот мы находимся... На услуги. На услуги, на предоставление услуг? У нас, например, у нас... Качество или качество? Качество, конечно, качество первого ряда. Мы находимся в лесу, кислородную терапию никто не отменял. Поэтому приезжают здесь подышать воздухом, получать лечение. Но вот вы только что сказали, что требовательнее стали приезжающие. Но вот в чем заключаются основные их претензии? По каким пунктам? Ну, например, вот из 100 человек обязательно кто-нибудь найдется, которого не устроило питание. Хотя у нас домашнее меню разнообразное. Рассчитан на многих людей, в принципе. Есть для тех людей, которые диету поддерживают. Стол номер 5, стол номер 7, стол номер 9, например. Нуржан, вы не думаете, что многие привыкли к турецкому сервису, к колл-инклюзиву? Возможно, может быть, вы внедряли у себя какой-то шведский стол, какие-то моменты заимствовать у зарубежных своих партнеров? Если бы у нас туристы останавливались 360 дней в году, да, мы бы с этих оборотов могли бы сделать все включено и все прочее. Но мы, туристы, в основном поток идет только 3 месяца. Остальные 9 месяцев мы все эти деньги распределяем на содержание. Ну что ж, спасибо большое за связь. Мы продолжим разговор в студии. Вот я хотела бы показать росты. Несмотря на все претензии, которые существуют у нас к внутреннему туризму, все-таки оборот Казахстана развивается. И все больше казахстанцев путешествует внутри страны. Ну вот я знаю, что для туроператоров зарубежные отели устраивают инфотуры, чтобы реально люди могли понимать, что они продают. Почему наши казахстанские бизнесмены не делают такое же внутри страны у нас? Ну инфотуры вообще регионы проводят в Казахстане тоже. Вот очень мне нравится, как поставлена в этом плане работа управления туризма Алматинской области. И вот помню, когда вот рейс открыли, скат. Это обычная практика сегодня у нас? Вот в Алматинской области у них ежегодно проводят, а другие курорты, вот например, восточно-казахстанской стороны, я не помню, что в Алаку львозили туроператоров, там журналистов, блог туров. Боровой, кажется, тоже вот проводят. И казахтуризм в этом году проводил несколько вот инфотуров по стране. И вот в других регионах вот Шингент вот проводит. Да, инфотуры проводятся. Проводятся, но все-таки, вы говорите, не в таком объеме. Ну и все-таки, наверное, в развитии туризма в Казахстане большая ответственность лежит именно на туроператорах, потому что именно они создают имидж страны, рекомендуют места, куда стоит ездить, где сервисы и услуги у нас еще более-менее на высоте. Вы ощущаете вот эту ответственность? Ну да, конечно, ощущаем, потому что у нас, кто работает в сфере туризма, у них у всех такая ответственность, знаете, не только за свою компанию, и за страну, потому что за имидж страны. Даже тот же гид или пограничник, или таксист, который вот контактирует, скажем, когда туристов мы приглашаем, они же все равно, они нас не видят, они больше видят людей, которые оказывают им услуги. У них тоже большая ответственность за Казахстан. Они не скажут, турист, если что, не так пошло, они не скажут, как я был в Караганде, или я был в Талдыгургане, или в Алмате, он скажет, я был в Казахстане. Поэтому тут как бы есть такая... Спасибо, что это понимаете. Спасибо большое за беседу. Ну а я хочу привести одну цифру по оценке Всемирного экономического форума в глобальном индексе конкурентоспособности по обеспечению развития сектора туризма. Мы на 80-м месте из 140 стран. Нас опередил даже Уругвай. Он на 74-м месте. Россия на 39-м. В тройке лидеров Испания, Франция и Германия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова